В Управлении по делам молодёжи состоялась церемония награждения по итогам районной эколого-благотворительной акции «Крышечки добра». Эколого-благотворительная акция «Крышечки добра» в нашем районе проводится уже третий год. И за это время удалось собрать более четырёх тонн пластиковых отходов, которые были отправлены на переработку. А вырученные деньги за сданное вторсердё, а это почти 130 тысяч рублей, были перечислены на благотворительные цели – на лечение тяжелобольных детей. Начальник управления по делам молодёжи Олег Смолников поблагодарил Центр «Континент», который проводит эту акцию, и всех её участников за неравнодушие и активность. Спасибо всем, кто участвует. Я думаю, что руки каждого человечка, который поднял «Крышечку» и сдал её, конечно же, ваш труд вкладывается в эту небольшую сумму. Но для ребят, детей, которые страдают определёнными заболеваниями, деньги мы перечисляем детям, которые находятся в себе в трудной жизненной ситуации, дети, которые имеют серьёзные заболевания. Для них это как воздух в душном помещении. Поэтому всё ради жизни, всё ради хорошей жизни, всё ради благополучия. Вам за это спасибо. В акции принимают участие школьники, студенты, предприятия и организации. Наиболее активным были вручены грамоты и сертификаты на получение призов от спонсоров. Заслуженные награды получили лицея номер один и школа номер восемь, собравшие наибольшее количество крышечек в своих категориях. Также благодарности были вручены волонтёрским клубам «Бумеранг», «Пчела Синергия», «Батутному центру Торнадо», юному эко-волонтёру Дамиру Капитанец. Приз от спонсора получила ученица первого А-класса школы номер три Арина Мирошниченко, которая собрала восемь тысяч крышечек. Всего в этот раз было собрано более тонны крышечек. Все вырученные сдачи крышечек средства в размере 30 тысяч рублей были перечислены родителям трёхлетнего Романа Третьякова на его реабилитацию. Акция вернётся осенью, но собирать крышечки можно уже сейчас, чтобы также поучаствовать в добром деле.